Девушка-инвалид, которая стала участницей ДТП в Калининском районе, узнала, что ее лишили прав. Автомобилистку признали виновной по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего». Как рассказала сама женщина, о своем лишении прав она узнала на сайте ГИБДД. Напомним, авария случилась в марте в прошлом году. Судя по съемке с камеры видеонаблюдения, Датсун пытался повернуть налево и якобы не уступил дорогу Тойоте, которая двигалась прямо. В итоге от удара Тойота поменяла траекторию движения, вылетела на тротуар, где стояли люди, в том числе мама с коляской. От удара женщину отбросила, а люлька залетела прямо под капот машины. Иномарка остановилась только после того, как врезалась в электроопору. Я не пролетел на красный. Так на какой 17-й топор? Какой у нас не красный. Но вы говорите о том, что вы пролетели на мигающий 17-й топор. На мигающий зеленый 17-й топор. Я еще не спрашивал, но я помогал извлекать его и с дальнейшими маневрами спросить. Мужчина говорил, что в ДТП не виноват. Ему якобы дорогу не уступила автоледи за рулем Датсуна. Девушка инвалид. У нее отсутствует кисть на одной руке. Но это, видимо, не помешало ей вести автомобиль. Автоледи говорит, что завершала маневр, а вторая иномарка ехала якобы на красный. В аварии пострадали 33-летняя женщина и ее годовалая дочь. Да потому что я не считаю себя виноват. На красный вылетел. Он на красный вылетел. Другие люди говорят, что якобы он вылетел на мигающий зеленый. Вот мы и хотим понять. Если бы был на мигающий зеленый, весь поток бы не тронулся. Тронулись все. Тронулся весь поток. И передо мной машина тронулась. Мы все поехали. Но девушку за рулем Датсуна признали виновной в аварии. В прокуратуре сообщили, что решение было вынесено еще 31 июля 2019 года. По данным суда, дама была извещена надлежащим образом и сама не явилась на заседание. Как сказано в решении, мама малышки просила назначить автомобилистке максимально строгое наказание. По словам женщины, после аварии ее дочь долго проходила лечение.